Курение – это одна из ведущих причин смертности и заболеваемости в мире. Каждый десятый человек умирает от табака, а тысячи людей получают различные серьезные заболевания, такие как рак легких, сердечно-сосудистые заболевания, хронические и абструктивные заболевания легких и другие, причиной которых и является эта пагубная привычка. Рак легкого, я хирург, который занимается раком легкого, еженедельно около 10-12 операций. Практически все находящиеся у нас в отделении больные с раком легкого курцы. Во время операции мы видим ткань самого легкого, у курцов, конечно, она значительно поражена, она имеет темно-серый, черный цвет, хотя в норме у молодого человека оно розовое, нежно-розовый цвет. Всемирный день некурения предназначен для привлечения внимания людей с вредными привычками для пропаганды здорового образа жизни. Сегодня представители Центра гигиены и эпидемиологии, МЧС и Брестского областного онкологического диспансера провели мероприятие с участием представителей СМИ, направленное на осознание опасности курения. Канун Всемирного дня некурения, профилактики онкологических заболеваний, который инициирован Международным союзом раковых заболеваний, конечно, мы эту инициативу поддерживаем ежегодно и выстраиваем такую активную позицию по проведению самого разного характера мероприятий. И предлагаем для организаций здравоохранения, заинтересованных ведомств, общественных организаций именно включаться в эту профилактическую работу, поскольку она доказана как наиболее эффективная стратегия для влияния по снижению распространенности табакокурения среди населения. С каждым годом количество курящих в Брестском регионе уменьшается, но этот процент пока еще слишком мал, чтобы сказать, что эта проблема решена окончательно. На сегодняшний день, по данным соцопроса нашего областного центра гиенопедемиологии, доля курящего населения среди жителей Брещины составляет 23,7%. Если сравнивать с 2000 годом, это где-то примерно на 5% ниже этот показатель, то есть наблюдается такая положительная тенденция по снижению. В то же время обольщаться не приходится, потому что армия курильщиков, она пополняется еще теми подростками, которые не представляют всей опасности для здоровья курения, но в силу модных веяний, подражания кому-то, и они пополняют ряды курильщиков. Но, к счастью, в Брестской области все больше людей выбирает жизнь без сигарет. Скажи, Егор, а ты куришь? Нет. Я не признаю этого. Бесполезная трата денег просто и времени, и здоровья. Электронные, ну, такое же примерно отношение. Тоже не планирую пока. А пробовал? Пробовал. Все пробовал. Ну, электронные и обычные сигареты. Вот, в этом плане. Но не продолжаю. Но все же находятся и те, кому сегодня трудно отказаться от этой вредной привычки. Ну, я кую кальян. Потому что? Ну, потому что это приятно. Обычные сигареты курил 6 лет. Почему бросили? Не мое. Ну, обычный табак, сигареты, они, во-первых, невкусны почему-то. Сразу вкусно, потом невкусно. А кальян всегда вкусно. Не забывайте, что каждый из нас имеет влияние на свое и окружающее здоровье. Курить или не курить – выбор за вами. Сделайте первый шаг к изменению своей жизни к лучшему. Виктория Гапутина, Дмитрий Литменюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Ну, это две минуты. Да. Да. Ну, это две минуты.